Из трубы граммофона звучит голос Изабеллы Юрьевой. Звуки романса в исполнении уроженки Ростова отражаются от таких же раритетных вещей. И сложно представить, что эта комната детская. Восьмилетний Святослав коллекционирует все, что связано с прошлым столетием, особенно выделяя советский период. Окружая себя вещами из прошлого, мальчик обзавелся проектором, чтобы смотреть мультфильмы. А пока бабин с ними нет, играет с вполне реальными персонажами. В его комнате нет ничего случайного. Даже гуляющий кот – часть советской экспозиции Святослава. Так, по его мнению, выглядит подросший герой мультика – котенок по имени Гав. Игрушки мальчика не интересуют, а планшеты и компьютеры не так увлекательны, как старая техника. Это как будто ручной принтер, ну знаете, который печатает. Листы всякие печатают. Ну, только каждую букву набиваешь сам. Он с самого детства был необычный. То есть, он когда пополз, вокруг него были игрушки, но он полз к розеткам. Потом у него были лампочки. То есть, вот ему на два года, у меня даже фотография такая есть, трек стоит игрушечный под елкой, и он стоит с керосиновой лампочкой. Два года ребенку. Святослав не только коллекционирует вещи. Может, и сам смастерить что-то, увиденное в старых фильмах. Так, пока мама принимала душ, появился этот камин. Считайте, настоящий камин колосников, наверное, только не хватает. Десять минут делов. Растет великий конструктор. Аутистам не должно быть колосников, как подсказывает мне мой сын. Аутистам важно соблюдать правила и порядок. Как только закончилась съемка в его комнате, мальчик стал бережно прятать свои сокровища. Мест они никогда не меняют. Тапочки, например, всегда стоят здесь. Только убрав все по местам, Святослав сделал для нашей съемочной группы исключение и вынес экспонат на улицу. В советские будильники, лампы, велосипеды давно перекочевали во двор. В детской комнате все подаренные экспонаты давно не умещаются. И самый ценный из них – это самовар от дедушки. И Святослав решил нас напоить горячим чаем. Вот, посмотрите. Нужно вот так его сжечь. И когда дрова разгорятся, налить воды. Ну, сначала льется вода, но он протекает, поэтому я предпочел дрова сначала распалить. В коллекции мальчика уже больше сотни вещей. О его увлечении знают многие и продолжают наполнять двор и комнату подарками из прошлого века. Олеся Слынько, Юрий Санкин, Зерноградский район.